Ах, черт, мы снова идем. Заказ сегодня и получу пиццу бесплатно. А раз уж сегодня всемирный день пиццы, наверное, то обязательно надо порадовать себя мамочкойной пицценькой. Все хиты из пылу с жару, пепперонный кайф, тройной бекони и фирменная мяснастика. В этом месяце мы проводим акцию. При заказе пиццы вы получаете пиццу в подарок, не является публичной аферной. Сделайте заказ прямо сейчас на нашем сайте mamasrealpizzaplace.com Мамочка на пицценька. Ну блин, зато недорого. Классный слоган, мне нравится. Ну блин, зато недорого. Тут маркетологи поработали, проработали все сценарии. Я не могу отказаться. Я уже хочу купить андронный коллайдер из Швейцарии. Модель C450 и пицценьку. Почему бы и нет? Mark Roten, собака rotengaming.com.uk Нужен ремонт. Вы же компьютерщик, нужен ремонт. Не знаю, что с ним не так. Можете посмотреть. Нажимаю на кнопку, но ничего не происходит. В вентиляторе будто бы шерсть застряла. Я понимаю, что бы удешевлено. Но мне такого добра не надо с любовью, Mark. Ну то есть тут вообще непонятно. Это может быть блок питания, может быть проц, может быть что угодно. Поэтому по ходу дела будем смотреть. S-Crane, собакомогучий crane, ядро.info. Новый ПК очень надо. Плиз, многоуважаемый господин и госпожа. Вы вроде как хороший мастер, читал в интернете про сборку, которую я выдала на тестах 3927. Слабо повторить. Как думаете, получится все сделать к 02.04.18. У нас с того числа через 11 дней хочу, чтобы было две видеокарты. У вас же БУ не вставляют. Не, я фаната МД. S-Crane. Блин, выбить 3927, дружище, прям вообще несложно. Что у нас есть по материнским, по этим, понятно. По видеокартам, тоже понятно. Да, в принципе. В принципе, сейчас мы тебя соберем. Сейчас мы тебя как соберем, усюка, как соберем. Сейчас мы как соберем тебе, сейчас охренеешь просто. Просто ахнешь. Ахнешь. Микро. Mini-ITX у нас до сих пор недоступны. Только микро, окей. Так, АМД хочет, товарищ Crane. Ну, собственно, гигабайт. Ну, собственно, 1800X. Ну, а давайте сразу определимся с корпусом. Что у нас здесь будет? Можно за такую-то сумму 2500. Можно здесь что-то борзое, наверное. А можно и не борзое. Сейчас посмотрим. ФСП какой есть, CMT 520+. Такой мы еще не видели. Давайте посмотрим на него. Это у нас уже 710 долларов. Доставка 730. Так, планки памяти. Я думаю, 2 по 16. 2 по 16 прямо огнище, да. 2 по 16 прямо будет замечательно. Ну, давай, вот, чтобы тебе взять. Вот такие две. Красиво. Видеокарты. Видеокарты. 2 1080 не хватит. Бабок не хватит. Смотря какие брать. На такие, может, хватит. Хотя, нет, не хватит. Придется брать тебе 2 1070 и, как бы, радоваться жизни. Поэтому я беру тебе 2 Asus Rock Strix. Так, у нас остался блок питания. Запитать все это добрище. Вот такое дело. Опа. Нам осталось хранение данных. Я думаю, мы не будем выхабениваться. Возьмем SSD на 1 терабайт. Тупо читерские SSD. 1 терабайт, 90 баксов всего. И все. Зачем что-то еще? 512 стоит дороже. Ну, там Pro модель. У нас не Pro модель. У нас обычная. У нас никаких Pro и системы охлаждения. Так, погодите. У нас 60 долларов на систему охлаждения. Нормально. За 60 долларов вполне. Вполне очень адекватную систему охлаждения можно взять. Например, например, что тебе взять? Давай выезживаться тоже не будем. Например, Cooler Master. Отлично. Все есть. По-моему, классная сборка. 2 1070, конечно, лучше бы я 1 1080 тебе взял. Ну, да ладно. Так. T20. Позитивный production.org. Хочу новый ПК. Может помочь с одной из проблем. Надо... Нужен новый ПК. Слышал про Sublevel Zero Redux. Вот, мне надо, чтобы запускалась нормально. Как думаете, получится все сделать к 30.03.18. В общем, через 8 дней топ-биш. В интернете пишут, что я им до самой топ люблю, чтобы все прям блестело. Что прям навехонько. Рекомендуемые системные требования Sublevel Zero Redux. Договорились. Вообще не проблема. Рекомендуемые. Рекомендуемый Ryzen 5 1400. У нас есть, кстати, Ryzen 5 1500. Он подойдет. Он новый. Все новехонько. Я хочу, чтобы все блестело. Так. Что у нас еще есть? Из новехонького, чтобы блестело. Планка памяти есть. Corsair Divinator Platinum. Но я ее оставлю для другой сборки. Так. Давай. Давай тогда. У тебя бюджет не очень большой. 1750. Видеокарта нужна. 1060, короче, хватает. Смотри, дружище. Короче, что мы тебе берем? Мы тебе берем. Мы тебе берем. Мы тебе берем нормальную такую так-то сборку. Мы тебе берем вот 2 HyperX Fury. Материнскую плату. Но можно чуть подешевше. Потому что... Потому что... Потому что вот такую можно взять. Гигабайт. Видеокарта. Там писал, здесь 1060 подходит. Давай 1060 мы тебе и возьмем. 1060. Где 1060? Вот они пошли. Ну давай, Aorus. Система охлаждения. Такое. Нет, красненькую. Там у тебя красные акценты на материнской плате. Так. О хранении данных мы с четырем просто возьмем такую же историю. Ага. Блок питания. Ну тут прям супер жесткое что-то не надо. Нам хватит на 650 ватт. Вот такого FSP Hydro. И у нас остался корпус. Корпус. Давайте вот посмотрим вот тоже FSP CMT 340. Mid Tower. Сюда должно все влезть. Судя по всему. Или не. Вот Antec P110 лучше. Люси. Во. Хорошая сборка будет. Так. Договорились. Это все добро пожалуйста мне на следующий день. Спасибо. Мы это выключаем. И начинаем. Значит у нас сегодня дамы и господа новости. Внезапно новости IT. Новости компьютерные собственно. Свеженькие. Относительно свеженькие. Некоторым пару дней. Некоторым чуть больше. Но возможно некоторые новости для вас будут полезны и интересны. А возможно и нет. В общем посмотрим. Надеюсь что да. Так. Это что? Это Antec. Antec у нас для товарища Титвена. Сейчас давайте я вот так чтобы не запутаться кому что. Можно? Спасибо. Это сюда. Крейн. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Первую новость читаю и мы начинаем. Дефицит HDD может усугубиться из-за новых карантинных мер в Таиланде. Рынок носителя оказался на грани серьезного дефицита из-за появления криптовалюты Chia. Однако ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы. По данным аналитик. Новая вспышка COVID-19 поразившая Юго-Восточную Азию. В частности Таиланд в сочетании с дефицитом компонентов угрожает производству ХДД. Если власти решат усилить карантинные меры поставки жестких дисков во второй половине года, могут катастрофически сократиться. Это на самом деле, с одной стороны, может показаться, что новость, ну как бы такое, ничего серьезного нам не предвещает беды. Многие уже, в принципе, собирают компьютеры без привычных жестких дисков, только с SSD. Но, но, для тех, кто любит, не знаю, большие массивы данных, у кого там всякие библиотеки с фильмами, с играми, с, не знаю, ну фотографии столько, конечно, не занимают. Ну вот, допустим, у меня товарищ, очень хороший друг со школы, он прям киноман-киноман. У него отдельный хард на 4 терабайта с фильмицами, то есть прям вообще огнище, он обожает. У него там вся библиотека, все, что хочешь есть, просто все, что хочешь. Так, хранение данных, а зачем я сюда взял? Это сюда пойдет, сюда нельзя никуда присобачить. Значит, сюда. Блок питания, ФСП Хидро 650. Да и все, и у нас все готово. Ну и у нас сборочка готова. Посмотрите, какая красивая дичь. Там по этим самым, по проводам пожеланий не было. Почему, а, это 1060, хотел сказать, почему 1070 запитывается одним 8-пиновым проводом, но это 1060. Вот, в общем, там проблема у компании Seagate и Western Digital. У них большая часть мощностей находится в Тайване. И, собственно, из-за ковида приходится соблюдать меры. Карантинные меры. И жесткие диски могут подорожать. Насчет Чия, то, что тут было написано, я сомневаюсь, что прям Чия может как-то очень жестко там нам навредить в плане жестких дисков. Объясню. Там аналитики уже и не хухры-мухры какие, а нормальные, такие серьезные аналитики, которые там на биржах всей этой дрянью торгуют. Уже сказали, что Чия, ну она так быстро выводит жесткие диски из строя, что прям такое. Вкладываться в Чию в плане того, чтобы майнить ее на жестких дисках, это, ну, опасненько. Ты можешь не отбить вложения. Поэтому, поэтому вот так вот. А вторая новость. У нас 4 новости будет сегодня. Вторая новость. Секунду. Где такое? Что такое? Вот питание. Это что там за хрень? Кожухи. Тоже мне кожухи понаставили. Вначале кожухов понаставят, потом разбираю их. В общем, вторая новость. Intel предупредила о грядущем дефиците настольных процессоров, но пообещала не повышать цены. Вопрос, вопрос тут, новость я прочел. Вопрос в том, что непонятно, это про нынешнее поколение или про будущее 12-е, про которое, кстати, я говорил в прошлом эпизоде, которое будет представлено в октябре. Но, тем не менее, руководство Intel сообщило, между прочим, да, у Intel есть руководство, если вдруг кто не знал, что компания не сможет поставить в этом году достаточное количество центральных процессоров для потребительских ПК и ОЕМ-сборщиков, готовых настольных систем. Так как компания столкнулась с факторами, мешающими выпуску нужного объема микросхем. Допомню, что у Intel свои мощности по производству процессоров. В этом плане им, с одной стороны, повезло, ну, в отличие, скажем, от тех же AMD, которым приходится где-то в очередь вставать на сборку своих процессоров у Samsung. И, не знаю, TSMC тоже, наверное, их собирает, я не уверен, но я знаю, что с Samsung они платно сотрудничают. И проблема-то в том, что, помимо этого, Samsung еще занят тем, что собирает, ну, выпускает чипы для NVIDIA, у них свое производство, свои мобильные процессоры. В общем, Intel говорит, что все будет ок, что, как бы, да, может дефицит случиться, но про цены, что, типа, на цены это не повлияет. Будем смотреть, как они из этой ситуации будут выруливать. Честно, я бы Intel, на самом деле, прям, несмотря на то, что я довольно такой большой фанат Intel, я бы им прям так на слово не верил. Потому что, ну, блин, они захотят прибыль, они захотят извлечь из этого какую-то прибыль. Я уверен в этом. Если такие гиганты, как MSI, пытались на дефиците видеокарт нажиться, то почему Intel не может такого же сделать? Даже условного дефицита. Возможно, возможно, дефицита даже не планируется. Ну, точнее, не то, что не планируется. Его, как бы, не будет, но они планируют его, чтобы что-то как-то на этом, какой-то кредит доверия, очки заработать. Так. Вот. А вот тут косяк. Тут должно быть два восьмипиновых входить, потому что это 1070. Это мы уже с вами знаем. Вторая новость такая вот. Про Intel. Третье. Третье. Для фанатов лагеря AMD, но это не про процессоры, это про видеокарты, значит, уже в эту пятницу, в эту пятницу AMD, наконец-то, спустя почти 9 месяцев, возможно, уже и в 9 месяцев прошло с момента анонса 6000 серии. В общем, AMD анонсирует RX 6600 XT и 6600. И вот, первоначально, насколько мне известно, 6600 XT должна была быть конкурентом 3060. И по тестам, которые пока что есть в сети, какие-то там, кто-то там эти видеокарты уже там где-то достал, не знаю, перекупил, протестировал. По мощности она чуть лучше, чем 3060 и, ну, она уступает 3060 Ti. Она вот между ними. Но по цене 6600 XT дороже. И это странно, это впервые, наверное, так, но объем памяти, там, Nvidia, если вы помните, расщедрилась на 3600, ой, 3600, что я говорю, на 3060 и выделила аж целых 12 гигабайт памяти. Лучше бы она в 3070, 3080 столько выделяла. Вот. И впервые у конкурента AMD памяти будет меньше. Но, тем не менее, 8 гигабайт вполне достаточно, чтобы играть в игры. Будем посмотреть, что это такое. Но, как по мне, это очередной бумажный анонс. И видеокарт в магазинах не будет. А если и будут, то это будут какие-то конские цены. Конские цены. Вот. 30 июля будет презентация. Если вдруг кому было интересно, дешевые решения от AMD, пожалуйста, они будут вас ждать уже 11 августа. 11 августа должны поступить в продажу. Как это будет на самом деле, покажет лишь время. Так, это я пока все разбираю, чтобы понять, в чем проблема. Он же нам подсветил, ну, скажет, какая деталь сломана. Так. Последняя новость на сегодня. Пожалуй, ну, самое интересное. Я объясню, почему. Игровые мониторы получат частоту 480 герц и увеличат контраст. А OLED пока задерживается. Одну секунду. Сейчас мы вот тут все закрутим, прикрутим. Посмотрим, что этому товарищу нужно заказать. Что, у тебя процессор сломан? Нет, значит, скорее всего, блок питания. Если комб вообще не включался. Ну, давай. Опа. Корсар на 650 ватт сломан. Так и знал. Так и знал. Вот. Компания LG и AU Uptronics в настоящий момент активно работают над увеличением частоты кадров и игровых... в игровых мониторах до 480 герц. Тут еще и видеокарта сломана. Ну, хера себе, хера. Запуск новых моделей в производство ожидается. В конце 2022 года, а в начале 2023 года первые экземпляры уже выйдут на рынок. О планах производителей дисплеев сообщило профильное британское издание TFT Central. Ну, значит, я почему сказал, что эта новость может показаться не столь важной, потому что кто-то скажет, нахрена нам 480 герц? Ну, вот, какую игру играть, чтобы эти 480 герца выдались даже, скажем, на, ну, какой-то 3080, да, 3080. Хорошая видеокарта, которая, ну, в Full HD тащит прям как боженька. Я вам скажу, дело не в том, что, ну, возможно, кому-то там в каких-то контр-страйках эти 480 герц и нужны, но я скажу, в чем плюс этой новости. Это означает, что как только появятся, как только появятся какие-то решения на рынке, которые, ну, вот, сейчас у нас сколько, 300 с чем-то, я не помню, 300 с чем-то герц, да, есть мониторы, когда появятся решения на рынке выше, ну, скажем, по качеству, по техническим возможностям, как вот тут, 400 с чем-то герц, то остальные все, которые ниже этого, будут дешеветь. Так всегда было. То есть решения, допустим, в 144 герца будут намного дешевле, чем они сейчас. Ну, возможно, не прямо намного, но, может быть, на 30%, на 25%. Так рынок работает, и это абсолютно нормально. Сколько этому товарищу я беру? 120, 120 стоит блок, значит, у нас 180 на видеокарту. Секунду. Там была 750 Ti вообще какая-то дикая. 750 Ti. Дичь. Давай 960 на 4 гигабайта. Почему они одинаково стоят, если тут 4, тут 2? Так, вот. Я надеюсь, что у LG все получится. LG мониторы делает классные, опасные. Ё-моё, 10600 мы тебя выбили. Ну чё, как тебе норм? 3927. Писал мне, слабо ли мне повторить. Не слабо, дружище, держи. Наслаждайся своей пекарней. Гамай в игруле. И кайфуй. Новый комп идеален. Конечно. Специализируется на сборке компьютеров. Конечно. Вот. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат. Если вам было интересно, возможно, я буду чередовать какие-то темы обсуждений, там, раз в неделю с какими-то новостями. Потому что, честно вам признаюсь, темы для обсуждений у меня практически закончились. Их вот уже одна-две я обчелся. Буквально, буквально вот прям на пару выпусков. А просто сидеть, залипать в компьютере так, ну чё, снимаем оперативную память, ну, а теперь снимаем систему охлаждения. Это будет скучно всем. И вообще у меня, на самом деле, это тайна Мадридского двора. Почему именно пока билдинг-симулятор до сих пор уже 20 с хреном, какая серия, до сих пор собирается столько просмотров, в отличие от других игр. Возможно, ну, я не знаю, так совпало, но... Короче, у меня много вопросов, мало ответов. Поэтому напишите мне насчет новостей, понравилась ли вам такая идея. Было ли это полезно и интересно. Возможно, вам есть что сказать по поводу этих новостей. Буду рад подчислить ваши комментарии. Ну, а мы, собственно, продолжаем. У нас тут очень много заказов. Мы их все попытаемся сегодня выполнить. Мы добавили следующий комплектующий. Габайт Аурус. Это блоки питания, скорее всего, потому что ваты указаны. Это у нас оперативочка. Бэнки. Бэнки. Бэнки что, мониторы? Бэнки, наверное, да? Сделка дня. Дейли Дилс. А ну-ка, чё там у вас? Чё там, чё там у вас есть? Так. Так. Ой, 1070 за 136 долларов куплено, потом майнером продам. Дефицит, когда будет, через... Через два с половиной года дефицит продам за 500 баксов. Так, поехали. Тебе я все заказал, Марк Роутон. Титвен позитивный продакшн. Это... Это можно выбросить. Джин Смитс, 6837, собака, freemail.com. Ре-ре-ре. Здравствуйте. Антивирус. Всё починил. Связь теперь хорошая. Наверное, все эти детальки не нужны были. Внук говорит, что теперь хочет компьютерами поменяться. С самого начала знал. Шалопай эдакий. Спасибо, Джин. Я же говорил, что внук тебя разводит. Я думал, что внук, типа, разводит, чтобы приходил к тебе игра. А он вообще компьютерами поменяться хочет. Усюка внук какой. Маркетинг, собака, DinoBeer.org. Шок. Для того, чтобы удвоить свой доход, нужно всего лишь инновационный подход, динамичное развитие, перспективный стартап. Вы уже присоединились к программе DinoBeer. Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов. Мне рассказала про DinoBeer моя мама. Я глазам своим не поверил. Bashields, LittleEastwell. Они делают что-то нереальное. А Ковингтон, Нижний, Дэндейл. Я уже месяц как конкретно на них подсел. S.Vendell, Lengfeld Lake. Станьте нашим клиентом прямо сейчас, связавшись с офисом во Фестерпорте. У Отерспью или Илвича. Что может пойти и так? DinoBeer выгоднее долларовой ипотеке. DinoBeer Corporation, телефон такой-то. Вы подписались на рассылку о DinoBeer. Если вы больше не хотите получать сообщения о выгодных предложениях, свяжитесь с местным представителем компании. До свидания. Какой-то сетевой маркетинг или еще хрен, пойми что. Просто до свидания, до свидания. Нахрен спляж. Джоавана, собака, Джо Чиллаб. Опять это с коллайдером. Мадмуазель. Нужно больше энергии. Добрый день, спасибо за работу. Компьютер работает идеально и вносит свою лепту в создании прекрасного будущего для всего человечества. Я поняла, что для прорыва мне нужен ускоритель частиц побольше. Если бы у меня был супер коллайдер 9850, то у меня наконец-то могло бы получиться разорвать пространство на временной континуум. Подумать только, все эти узколобые профессоры твердили, что это невозможно. А между тем, тщательно поддерживаемое поле, в котором будет запущена верная комбинация твердых частиц, даст на выходе... Нет, рано об этом думать. Для работы с 9850 мне нужен второй компьютер. Вы можете собрать что-то вроде предыдущего. Тест на производительность выдавал 4800, слепомте. С такой аппаратурой наука ринется вперед. Семимильными шагами. Заранее спасибо, Джованас Кьяра, кандидат наук. Для каждого факта существует бесчисленное... Множество гипотез, R-пирсинг. Договорились, Скиара. У меня есть для тебя даже корпус. Пумс. Хорош. Но я тебе там ставил что-то типа 6700 и 1070-то. У меня такого добра... Так, это можно выкинуть. Это тоже. У меня такого добра нет. Планки памяти есть. Охлаждение есть. Проца этого не хватит. Что-то мы знаем. Так. Нам нужно ждать 1070 или 1080. Вот нам доставят 1070. Мы посмотрим. Подойдет, не подойдет. Голодный Д. Собака голодный. Приятель. Аудио. Инфо. Новый коп. Привет. Можно попросить. Сможете собрать компьютер, если не заняты? Я тот еще задрот. Лол. Так что бенчмарк должен быть хотя бы 3967. Давайте сделаем необслуживаемое водяное охлаждение. Я понимаю, чтобы удешевать... Да вы, но мне такого добра не надо сделать. Как можно раньше. Пожалуйста. Д. Дружище. Для тебя вообще... Что-то там. Какой-то фанат, не фанат. Ой. Фанат, не фанат. У нас, кстати, есть материн... Нет, материнских плат у нас нет. Для тебя. У нас для тебя ничего нет вообще. 1060 мини продам. Наверное, зачем оно мне нужно. Столько 1060. Что тут у меня? Что тут у меня? MSI 1060. 1060. Ясно. Так, ну давай. 1800X. Необслуживаемая система охлаждения. Тебе... X53. Планки памяти. У тебя там бабок много, поэтому мы тебе сейчас напихаем в памяти. Раз, два, три, четыре. В диакарту. Зоток. Не, Зоток не хочу. Что-то Зоток мне так не нравится прям. Давайте Аорус ему запихнем. Гигабайт Аорус. Тоже не фанат больших гигабайтов, но да ладно. Не так уж и плохо все. Тем более, вот тут в связке с таким гигабайтом. Давайте подешевше возьмем. С между ними разница прям небольшая. Один и тот же чипсет. Разница буквально в 25 долларов. Хранение данных. Ну, у нас тут есть наш чемпион. SSD на 1 терабайт. Блок питания. Блок питания, блок питания, блок питания. Да вот такого хватит, наверное, на самом деле. Или можем подстраховаться 750 ватт. Даже можем 850. У них цена одинаковая. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что, не взял? Я тебе корпус не взял, дружище. Конечно, как без корпуса мы с тобой это будем собирать? Все дело это. Никак. А вот никак, понимаешь? Без корпуса просто габелла. Никуда ничего не влезет, никуда ничего не соберется. И все, ей жопка. Жопка жопная будет. Так. МСАЙ ГАНГНИР, АНТЕК ЛЮСИ, ФИСП, ЦМТ. Давайте ФИСП такой возьмем, а почему нет? Так, готово. Агрессивный ЭЛИН, собака, агрессивный ФИШЕР, ДОКТОР. Компьютер не посмотрите. Вы же чините компы, да? Требуется ремонт. Не знаю, что с ним не так. Можете посмотреть. Пролил на него кое-что. Теперь не включается. Компьютер нужен мне самое позднее. К 0.3, 4, 18 числу через 11 дней. На ПКБ офигенский кабель выкладывали. Он такой плетеный розовый был. Вы же вроде. Можете бы его запчасть поставить. Вот и не вздумайте. Диагностика и ремонт. Бюджет 80 долларов. И хрен пойми что. Это может быть даже обычный охлад. Обычный охлад. Бюджет на 80 долларов. Мне нравится. Бюджет на детали 80 долларов. Работа 389. Дружище, выдели бюджет 300 и заплати чуваку 169. Как бы, я не знаю, в чем прикол. Я хочу, чтобы мне так платили. Я буду собирать компы, я не знаю, в перчаточках. Я буду им петь Моцарта, блядь, если нужно будет за такие деньги. Для того, чтобы поменять какой-то один сраный кабелек за 389 долларов. Да я просто буду, не знаю, неделю работать. Потом чилить. Так, для начала. Вот этому товарищу... Сейчас мы доустановим все. Блочок питания твой. Ага. Крепление блока питания. Ага. Видеокарточка, конечно, сейчас. Опа, это выкрутили. Это мы тебе поставили. Хорош. Сюда. Марк Роутон, тебе нужны были какие-то особенные... Провода... Нет, вообще не надо тебе ничего. Давай красненький под MSI вот этот тебе. Все это и закрутим. Бюджет ровно 300 долларов. Красиво. Погнали. Так, все-то там... Антивирус, ничего не надо. Нет, не надо. Он мне заплатит 415 баксов. Охренеть. За замену блока питания и видеокарты. Тупо за замену блока питания и видеокарты. Я так и не понимаю, в чем была проблема, но они все починили и очень хорошо все внутри почистил. Конечно, профессионал за 400 баксов я бы тебе, не знаю, очистил... Кожи, не знаю, ламы. Каждую деталь. Мы добавили следующие комплектующие. Комплектующие. Ти-групп, Ти-форс, Дельт. Ладно, ничего против лам не имею. Убивать лам не надо ради кожи. Это просто так к словцу. Остренькому. Так, это так. Аренда 500 долларов заплатили. Арендодатель засоведули. Пока АБ сразу смотрен. 1080 за 189 долларов куплено просто. Просто куплено, просто продано. Но это тоже продано. 3800 мегагерц планка памяти за такие копейки. Так. Давайте со сборки начнем. Потому что тут бенчмарк нужно будет поставить. Он пока будет грузиться, мы тот компьютер сделаем. Блэк питания. ФСП. Единственный, который сюда, собственно, залезает. Так, убери, пожалуйста, эту штуку. А вот это теперь можешь... Обратненько. Хорош. ФСП-шка. Хидро. У нас и корпус ФСП, у нас и блок питания ФСП. Нормально, кстати. Комбинейшн на кросс-донейшн. 1800х. Вот так. Это мы сняли. Смотри-ка, мы делаем. Опа, 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 опа. Планки памяти я же тебе купил. Купил, конечно, дружище. Не волнуйся. Все куплено. Есть такое дело. Есть такое дело. Есть такое дело. И вот отсюда. Красиво. Систем охлаждения. Крякер. Блин, что, крякер, если ставить, придется снимать кулер. Давай. А что делать? А что с крякерами так? А-а-а. Там мешает память? Хрена себе. Придется и тут снимать. Вот это обидно прям. Так. Ну, корпусные вентиляторы тогда один обратно можно засобачить. Систем охлаждения процессора. Да, блядь. Ну ты издеваешься, крякер. Одна планка памяти мешает ему. Прикол, да? Давай две высуну тогда. Она что, типа, с тремя планками остается вообще какой-то колхоз. Хотя, ну, не такой уж колхоз, но... Ставим тебе 16 гигабайт. Так, корпусный вентилятор сюда не влезает. А сюда влезает, вот сюда тебе один и поставлю обратно. В теории, как бы он бы и сюда влез, но игра, как бы, такая... Фу, блядь, не пущу. Как будто эти проводки немножко ниже спустить нельзя. Господь всемогущий. Волокорпус чуть более большой брать, более вместительный. Ну да ладно, уже что взято, то взято. Будет компактный миди-тауэр. Так. SSD. Конечно. Без SSD вообще никуда. А все от гигабайт. У тебя, короче, все PSP и гигабайт. Красиво, да? Голодный, иди. Голодный, иди. Ты там очень голодный. Ага, ага. Ага. Ну, ты сам хотел жутко снуть систему охлаждения. Так что не выезжай, если что, б тебе не влезло еще две планки памяти. Так. Голодные все. Холодные. Есть такое дело. Флешечку сюда поставили. Компкудактер запустили. Это поставили, это поставили. Такой лютый. Много подсветки. Плюс 20 фпс во всех играх. Установка программ. Как мне эти кракены нравятся? Такие они симпатичные. Я не могу. И даже новые Z-серии с экранчиком не так сильно мне нравятся, как X-серия с бесконечным зеркалом. Просто, просто огнище. Я не знаю, кто придумал этот дизайн, но NZXT, дайте премию этому человеку. Он гений. Он просто гений. Блин, передок теперь выглядит так ущербно. Что делать? А что делать, кому легко? Так, у этого товарища диагностика и ремонт. Значит, хрен пойми что. Сломано. А, 80 долларов. Там, значит, что-то не особо дорогое. Значит, вряд ли это видеокарта. Сразу смотрим на систему охлаждения. И она не сломана. Там, план к памяти. Нет, прикол. Что у тебя сломано, слышь? Блок питания, что ли? Ну, конечно, блин, да. Так, отключаем. Отключаем, отключаем. Ну, отключаем, конечно же. Удаляем. Сломано. Так, 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 так. Тут бюджет всего 80. Всего 80. Значит, мы должны купить что-то мощное, лютое за 80 долларов тебе. Ну, у тебя был вот такой. Давай возьмем на 600 ватт и модульный. Доставь, пожалуйста, в этот же день. Спасибо. Так. Блок питания. Блок питания. Блок питания. Блок питания. И он хотел розовый провод. Если мне память не изменяет. Да, плетеный розовый был провод. Есть такое дело. Плетеный розовый провод. Сейчас, секунду, тебе систему охлаждения обратно поставлю. Другалек. И будешь счастлив. И будешь счастлив. Провод. Розовый. Розовый провод. Есть такое дело. Все. Мы подсоединяем ему. Великолепно должно работать. Так, поехали. Есть. Тоже есть. А, погоди. Крепление не поставил. Все, теперь включайся. Есть. И тоже есть. Все. Агрессивный лин. Не будь суперагрессивным. Все хорошо. Оказалось, что комп можно не выкидывать. Ура, и комплектующий новый мастер вообще топ. А что не так? Офигенский розовый плетеный кабель. Ты что, наркоман, блин? Нафига ты мне 4 звезды поставил? Чистить от пыли не нужно было. Просто поменять блок питания. Плетеный розовый кабель я тебе поставил. БУ не ставил. Иди в жопу. Реально агрессивный, мудак. Так, тут 7720. У тебя все прекрасно. Мы это берем тоже сдаем. Так. Хорошие комплектующие и недорого. Мы добавили Arctic Alpine Passive. А пассивная система охлаждения, если мне память не изменяет, да? Arctic Alpine Passive. Где она? Да. Блин, интересно будет попробовать. Собрать комп, посмотреть на температуру. Были бы тут еще видеокарты с пассивной системой охлаждения без активных кулеров. Вообще было бы огнище. Просто бесшумный комп. Горячий бесшумный комп. Так. Для этой подруги Джованны мы ждем доставку. В среду будет у нас Ryzen 7 и 1070. Что-то из этого пойдет к ней. Возможно и то, и то. Вот. Остальное все. Остальное все мы с вами будем уже, пожалуй, делать в следующем эпизоде, дамы и господа. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующей серии прохождения ПК Билдинг Симулятор. И в других играх. Всех обнял.